всем привет с вами ирина и канал my diy life сегодня мой второй выпуск садового влога вам всем очень понравился формат именно в виде влога поэтому я буду продолжать снимать именно в таком формате и сегодня я буду продолжать показывать как я готовлю сад к зиме и покажу как я накрываю свои розы вопрос который конечно же интересует очень многих начинающих розоводов ну а также я постараюсь ответить на те вопросы которые вы задавали мне под предыдущим видео про по крайней мере на некоторые из них я постараюсь ответить ну что давайте приступать сегодня на дворе 11 ноября и сегодня условия близкие к идеальным для того чтобы укрывать розы сегодня легкий минус у нас сегодня за бортом минус 3 градуса солнечно достаточно сухо то есть под розами нет лишней сырости вот вчера еще у нас моросил легкий дождик или легкий снежок был ближе к вечеру а сегодня уже чуть-чуть подморозило и вот это самое самое лучшее варианты для того чтобы накрывать розы на самом деле каждый год очень много копий ломается на всевозможных розоводческих формах что касается когда лучше накрывать розы могу сказать что я накрывала в самых разных ситуациях и по сырости и даже было был случай когда выпал снег пока мы были в москве мне пришлось укрывать по снегу в общем то с моим способом укрытия розы стабильно достаточно хорошо зимуют ну конечно зимовка может быть более удачной или менее но в целом лутросил прощает очень многие огрехи в том что касается укрытия но вот сегодня у меня такой очень хороший вариант самый можно сказать идеальный поэтому я надеюсь что розы хорошо перезимуют и так расскажу поподробнее как я накрываю розы как я уже говорила и в прошлом выпуске и сегодня я использую лутросил то есть нетканый укрывной материал он по-разному называется в магазинах спонбонд лутросил нетканый материал но смысл абсолютно одинаковый это материал похоже на флизелин достаточно плотненький для укрытия лучше брать самую большую плотность по моему 60 максимальная бывает я накрываю в два слоя для абсолютно всех роз этого абсолютно достаточно какие есть моменты что касается укрытия наверное многие из вас читали о том что накрывать можно лапником можно накрывать рубероидом да многие практикуя воздушно сухое укрытие но честно говоря это мне кажется больше пережиток скажем так тех времен когда у нас были более холодные зимы потому что многие именно советские пособия по розам рекомендовали накрывать рубероидом пленкой городить туннели иногда там я даже читала рекомендуют окучивать землю это все укрытие но это мне кажется все пошло с тех времен когда у нас были сильные морозы каждый год когда были морозные зимы когда могло там быть 30 градусов 40 градусов мороза конечно сейчас прошло с тех пор как писали все эти книги уже там 50 70 лет и зимы особенно в том что касается подмосковью стали гораздо мягче у нас вот пару лет назад седьмого декабря у многих еще розы были не накрыты потому что в начале декабря шел дождь какие могут быть воздушно сухие укрытия при таком при таких погодах да поэтому конечно мне кажется что именно в том что касается подмосковья да я не говорю про сибирь там зимы более морозные там другой климат возможно это оправданно но если у вас такая же зима примерно как в подмосковье когда там может быть 20 градусов неделя за всю зиму или там какой-то разовый мороз 30 градусов а все остальное время там постоянные оттепели плюс 1 минус 5 воздушно сухое укрытие абсолютно себя не оправдывает и еще хочу объяснить почему не работает лапник очень многие укрывают лапником и жалуются о том что розы плохо зимуют вот у меня например сосед каждую весну глядя как я раскрываю абсолютно зеленую огромную плетистую розу на мне растет рядом с его забором говорит ой как у тебя хорошо зимует роза у меня вот опять все черные каждый год он ездит в лес он набирает огромную кучу лапника укрывает розы лапником и они у него плохо зимуют хочу рассказать почему лапник в наших условиях сейчас наверное себя не оправдывает но прежде чем объяснить да я хочу рассказать вообще как работает укрытие для растений и чего нужно добиваться вот если вы возьмете человека его ему холодно да и вы его закутываете в одеяло да накиньте ему на плечи в одеяло ему станет тепло почему это происходит потому что человек сам выделяет тепло и одеялом вы как бы создаете ему защитную такой защитный кокон до который будет задерживать тепло который идет от человека и он согреется за этот счет у растений конечно механизм совсем другой растение сами по себе тепло не выделяют вот почему так же не работает да когда вот многие вертикальные штамп или вертикальная плетистая роза они ее оборачивают каким-то укрывным материалом и оно не помогает ну то есть может перезимовать а может не перезимовать потому что это укрытие оно абсолютно бесполезное растение греет не укрывной материал растение греет земля я наверное я не сильно физики да я не очень может быть объясню физические законы но в целом но все мы из курса школы знаем что чем ближе к земле тем теплее чем выше тем холоднее поэтому холодно поэтому холодно в горах поэтому холодно где-то на высоте да воздушный шар который летит от земли вверх он постепенно остывает и начинает спускаться вниз именно поэтому потому что греет земля вернее даже воздух у самой земли и цель любого укрытия создать какую-то защитную прослойку которая не даст вот этому теплому воздуху от земли развеется в атмосферу и вот эта воздушная прослойка у самой земли она и будет греть ваше растение поэтому цель любого укрытия создать защитную какую-то мембрану защитную прослойку которая не даст теплому воздуху улетучиваться поэтому любое укрытие должно быть со всех сторон закрыта для того чтобы держать воздух у Конечно, самое лучшее естественное укрытие – это снег. Когда у нас снег выпадает, иногда можно раскопать, особенно в начале зимы, и вы увидите, что земля внутри даже еще не промерзла, в то время как уже замерзшие лужи, уже лед где-то. То есть снег создает вот эту естественную защитную прослойку, которая и не дает замерзнуть растениям. Поэтому иногда вертикальные укрытые растения зимуют, потому что снег оседает на этих навернутых, накрученных укрывных материалах и создают ту самую прослойку. Но это все, конечно, до поры до времени. Очень часто, если вы закутаете растение вертикально, оно все равно замерзает, потому что воздух совершенно спокойно циркулирует в середине растения. Вы же его не накрываете с головой, скорее всего. Вы его оборачиваете по бокам, и поэтому такое укрытие абсолютно не действует. И точно так же не действует и лапник, потому что единственная функция лапника – это задерживать снег. Если не будет снега, то и толку в лапнике нет. У нас в Подмосковье обычно либо густо, либо пусто, либо снега нет совсем. Достаточно часто бывает, когда сначала дождь, 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 а потом по пустой земле без снега уже ударяет мороз. Вот это самая опасная для растений ситуация, потому что, когда нет снега, нечему защищать растения. Вот именно в этот момент очень многие как раз и вымерзают, особенно на контрасте, когда было тепло, а потом внезапно ударил мороз. Поэтому призываю вас не портить елки в лесу, не нарезать лапник, потому что, ну, мне кажется, особенного толку в нем нету. Особенно в Подмосковье это может быть какая-то дополнительная защита, дополнительная функция задержки снега, если у вас очень ветрено. Да, если у вас какой-то склон или пустой участок, у там всегда ветрено и снег сдувает с укрытия. Вот в этом случае лапник может помочь, потому что на хвое снег задерживается лучше. Ну, а если у вас много снега зимой, то особенного смысла в этом нет, поэтому я рекомендую все-таки пользоваться укрытным материалом. Я накрываю розы таким методом уже, мне кажется, лет 20 и ни разу он меня не подводил. Несколько моментов, что касается укрытного материала. Накрывать лучше большую клумбу целиком. Чем больше будет площадь вашего укрытия, тем лучше сохраняется воздух внутри. Большое количество воздуха, оно, по моим наблюдениям, лучше сохраняется, чем если у вас какая-то маленькая клумбочка метр на метр. Поэтому я всегда стараюсь накрывать целиком всю клумбу с розами, со всем, что туда попадает. Неважно, что это, флоксы, травы, ирисы, все-все-все, что у меня растет вместе с розами, оно все попадает под укрытие вместе с ними. Хуже им от этого абсолютно не делается. И, в общем-то, и розы я стараюсь сажать по такому принципу, чтобы у меня были достаточно большие по размеру клумбы. Потому что, во-первых, одним куском сразу много роз накрыть просто банально проще и быстрее. А с другой стороны, вот в тех местах, где у меня розы растут, скажем так, точечно, да, где один куст розы и вокруг больше ничего нет, все-таки они зимуют похуже. То есть, укрывать лучше большую площадь. Тем больше площадь укрытия, тем лучше пройдет ваша зимовка роз. Каждый год я обещаю себе подписать полотно лутросила для того, чтобы не путаться, какой идет на какую клумбу. Потому что где-то получается слишком много, где-то не хватает. Если вы будете покупать новый лутросил на клумбы, я призываю вас это сделать. Это гораздо удобнее. Я каждый раз подбираю пазл, выбираю побольше, поменьше и стараюсь накрыть клумбы. Лучше всего, конечно, единым полотнищем. Но если не получается, если, например, клумба очень широкая, либо очень большая, то можно использовать несколько полотнищ, просто укладывая их внахлёст. И закрепляя какими-то кирпичами, досками, что есть под рукой. Ну, немножко нерозовойческой тематики. У меня растет в саду вот такой бамбук. Это самый настоящий бамбук. Называется форгезия муриэль. Я покупала его совсем маленьким. А сейчас, видите, уже такой огромный, большущий куст. Я его тоже накрываю на зиму, потому что он вечно зеленый. Вот весной я его, когда снимаю укрытие, он абсолютно такой же, как сейчас, с зелеными листочками. И, конечно, если его оставить без укрытия, он замерзнет. Я точно так же нагибаю его и закрепляю кустодержателем, потому что побеги к бамбуку очень гибкие. Их можно вот так вот абсолютно без проблем достаточно сильно согнуть. Поэтому он очень легко укладывается. Раньше у меня рядом с этим бамбуком, вот на том самом месте, где я сейчас стою, росла сосна. Но она, к сожалению, погибла. Ну, нет худа без добра. Теперь куст очень красиво смотрится. Его очень хорошо стало видно. И мы подумываем о том, чтобы на будущий год сделать из бетона фонарь японский и куда-нибудь сюда поставить. Обязательно снимем и покажем эту самоделку. У меня в саду растет очень много укрывных кустарников и многолетников, которые я накрываю вместе с розами. Это очень удобно, потому что, с одной стороны, вам не нужно возиться с отдельным укрытием для них. А с другой стороны, когда вы накрываете одну клумбу большую единым полотнищем, все, что находится на этой клумбе, гораздо лучше зимой, чем если вы будете делать отдельные маленькие укрытия. И я хочу немножко рассказать про самшиты. Это классический компаньон для роз. И они, конечно, очень декоративные. Они вечно зеленые. Даже с ранней весны, как только вы сняли укрытие, они будут радовать вас в саду. Но многие боятся самшитов, потому что считают, что они капризные. И вот хочу немножко развеять этот миф. Вот этим самшитам, у меня их два куста, вот таких больших, и еще, наверное, штук шесть поменьше. Вот этому кусту конкретно, наверное, лет уже 15. Я в камере? В кадре, да? Я в камере. Я его сажала совсем маленьким кустиком, но сейчас, как видите, это уже огромный шар, наверное, около метра в диаметре. Он каждый год прекрасно себя чувствует после зимы. Не горит, не вымерзает. В общем, абсолютно прекрасно и стабильно зимует. Я его укрываю вместе с розами, абсолютно так же, как розы, двумя слоями лутросила, плотностью 60. И каждую весну я его немножко стригу, чтобы он приобрел вот такую шаровидную форму. Весной, я думаю, я покажу, как я это делаю. Есть тоже некоторые хитрости, которые я подсмотрела в зарубежных садах, что касается стрижки. Поскольку куст достаточно плотный, очень много мелких веточек, то я даже его не связываю на зиму. Его не разрывает снегом, потому что он достаточно хорошо держит форму. И единственный момент, который нужно учитывать с самшитами, обязательно, конечно, их нужно укрывать. Потому что без укрытия в нашей полосе самшиты, скорее всего, будут, может, даже не мерзнуть, а гореть. Потому что он вечно зеленый. И ранней весной, когда солнце уже активное, а корни еще находятся в мерзлой земле, вот именно этот момент самый проблемный для вечно зеленых растений в нашей полосе. Потому что именно в феврале, в марте, когда уже яркое солнце, они чаще всего горят. Это относится не только к самшитам, но и ко многим хвойным. Я думаю, те, у кого есть хвойный, прекрасно это знают. Так что я призываю вас не бояться самшитов в нашей полосе. Согласитесь, такие красавчики. Они стоят того, чтобы с ними немножко повозиться с укрытием. В общем-то, кроме укрытия, никаких проблем абсолютно с ними и не бывает. Они абсолютно нетребовательные. Прекрасно растут и в тени, и на солнце. У меня в общей сложности порядка 8 кустов самшитых в разных местах. Два вот такой вот, как этот второй, еще один, ему уже по 15 лет. И еще 6 кустов, и немножко поменьше. Я их привезла в свое время из Лондона. Конечно, только такая ненормальная, как я могла из-за границы тащить самшиты. Но я тогда увидела маленькую корзиночку с укорененными черенками. В нее прямо влюбился, такая хорошенькая была. Я привезла их, посадила. И уже вот с тех пор они тоже наросли в такие достаточно большие кустики. И надо сказать, что, кстати, самшиты прекрасно черенкуются. Просто летом нарезаете вот эти маленькие веточки на черенки, и очень быстро вы можете получить небольшую живую изгородь, если захотите, конечно, с ней заморачиваться. Меня попросили рассказать о травах в моем саду. У меня действительно их очень много, потому что травы я люблю практически так же сильно, как и розы. И именно с розами, мне кажется, они очень классно смотрятся. Но вот здесь у меня растет асока в моем японском уголке. Здесь у меня нет розы, здесь хвойные, клёны, рододендроны. И вот эта вот асока, я, честно говоря, не помню точно ее вид. Мне кажется, это... не помню название. Я найду потом в интернете, пущу вам название по латыни, по экрану. Она вечно зеленая. Как видите, вот сейчас у нас уже легкий минус, но она абсолютно зелененькая. Именно в таком же виде, если зимовка была удачной, она выходит из-под снега. Круглый год радует зеленью. Как видите, когда разрастается, то вот такая декоративная кочка. Она отлично делится, отлично пересаживается. У меня ее уже очень много во всем саду в разных местах растет. Она любит влажные почвы. Поскольку у нас в саду сыра, у нас глинистые почвы, которые хорошо удерживают влагу, то асоки прекрасно себя чувствуют в саду. И если у вас похожие условия, то такой вариант прекрасно подойдет для любителей злаков и трав. Еще несколько злаков, которые растут у меня вместе с розами. Это малиния, хоконихлоя или японская лесная трава и перловник. К сожалению, перловник уже во всей красе не покажу, потому что его уже прихватило морозом и он уже некрасивый. Хоконихлоя достаточно капризная на самом деле травка. Я долго с ней мучилась. Она нестабильно себя чувствует, нестабильно зимует в нашей полосе. Я накрываю ее вместе с розами. Она любит богатые, удобренные почвы, поэтому с розами прекрасно растет. Ну а малиния это более неприхотливый злак. Она хороша вот такими вот метелками, которые появляются во второй половине лета. Но сейчас она уже тоже после морозов, не в лучшей форме. Я думаю, что летом я покажу свои злаки уже, скажем так, во всей своей красе. Меня спрашивали по поводу того, окучиваю ли я свои розы. Нет, я ничего не окучиваю. Когда я только начинала заниматься розами, я читала эти рекомендации о том, что обязательно кусты нужно каждый год окучивать перед зимовкой. Ну, не говоря уже о том, что если у вас много роз, это очень трудоемкая вещь. Потому что одно дело, если у вас там десяток кустов роз, да, 10 ведер какого-нибудь там компоста или земли, на розы еще можно отнести. Но если у вас их несколько сотен, как у меня, то это превращается в такой очень хороший фитнес. Каждый год сначала эту землю принести под кусты, а потом их собрать, да, потому что роза иначе оказывается заглубленной, переходит на свои корни. То есть оставлять окучку на лето нельзя. Но более того, когда я окучивала розы, когда у меня их еще было мало, я заметила такую вещь. Каждый год весной, когда я раскапывала окучку, у меня вот у основания вся кора у роз была потрескавшаяся. То есть были такие продольные трещины на коре. Я сначала не связывала это с окучкой, каждый год я старалась лечить эти побеги, заматывала их как прививки, чтобы кора приросла обратно. Но, конечно, я думаю, вы понимаете, что если уже кора поврежденная, то побег гораздо меньше питания получает, и хуже цветет, и роза хуже себя чувствует. А потом в какой-то год я не успела розы окучить, как-то внезапно наступили холода, и я накрыла розы без окучки. И как я не удивилась, весной розы прекрасно себя чувствовали, и не было этих трещин, с которыми я билась несколько лет, после чего я поняла, что в моих условиях, в моем саду окучка только вредит. Потому что у нас достаточно сыра, у нас глинистые почвы, у нас долго стоит вода весной, часто бывает, вот если очень сыро, то в каких-то низких местах вообще стоит прямо вот вода. Если рано весной приезжаешь, когда только-только сошел снег, там прямо натурально сантиметров 15 воды стоит, и розы стоят в этой воде. Поначалу я просто ужасалась этому зрелищу, когда мы еще не ездили зимой, а вот приезжали только весной первый раз. Но потом, как выяснилось, что ничего страшного не происходит, вода потом уходит, и с розами все хорошо. Но вот если в этот момент розы окучены, то, видимо, земля аккумулирует больше влаги, эта влага больше воздействует на побеги, плюс какие-то периоды замерзания-отмерзания, то, что по весне довольно часто бывает, все это пагубно воздействует на кору, поэтому я никогда ничего не окучиваю, потому что, во-первых, это, как я повторюсь сказала, очень трудоемко, а во-вторых, в моих условиях просто-напросто вредно. И еще немножко хочу остановиться на дугах. Многие их используют. Я видела множество раз, как, знаете, вот накрываю такие, как туннели, маленькие парнички, получается, сверху кидают уже лутросил. Это, конечно, все очень хорошо, очень аккуратно, но я этим не пользуюсь, потому что, как я уже говорила, у меня очень много роз, я просто ленюсь. Я просто кидаю лутросил сверху, никаких дуг не ставлю, потому что это, опять-таки, достаточно трудоемко. Некоторые там хомутиками их стягивают, какие-то целые домики городят, но на все это надо время, времени всегда не хватает. И я решила, что розы для меня, они я для роз, и поэтому я стараюсь минимум силы уделять укрытию, и стараюсь его сделать максимально простым, и как можно меньше, скажем так, сил на это тратить. Поэтому я никаких дуг не ставлю. У меня розы, бывает, что ломаются, как я уже говорила, это, в общем-то, единственная проблема с моим видом укрытия, то, что по весне какие-то побеги оказываются сломными. Но никогда это не было там настолько критично, что там весь куст как-то весь размочален, да, и его приходится под корень сносить. Но даже если происходит это, если куст когда-то вы его обрежете очень низко, это просто омоложение, он прекрасно отрастает, ничего с ним плохого, в общем-то, не случается. Поэтому я считаю это, скажем так, неизбежным меньшим злом, и ничего не ставлю поверх роз. Вот так вот они у меня выглядят, они пригнутые, и просто вот своей собственной упругостью держат укрытие. Иногда ломаются, но, повторюсь, ничего критичного не происходит, поэтому никаких дуг я не ставлю, и ставить не собираюсь, потому что, на мой взгляд, это слишком трудоемко, и слишком много времени занимает. Но если вы болеете за свои розы, если вы не хотите находить по весне какие-то поломанные побеги, либо они у вас еще молоденькие, и вы боитесь, что сильно поломанные розы потом не смогут восстановиться, то, конечно, вы можете это делать. Ну, я повторюсь, я лентяйка, я так не делаю. Довольно часто мне приходится слышать от розоводов, а я укрываю не так, а вот эдак, и у меня все прекрасно зимует. Ну, что я хочу сказать. У всех у нас абсолютно разные условия произрастания роз. Разный климат, даже на одном участке микроклимат может отличаться. У кого-то снежно, у кого-то ветреный снег сдувает, у кого-то почвы песчаные, у кого-то глинистые. И все это, конечно, накладывает свой отпечаток на тот способ зимовки, который подойдет вам. Поэтому я призываю вас не полагаться на чей-то чужой опыт, а все-таки экспериментировать и выводить именно опытным путем тот способ укрытия, при котором ваши розы будут зимовать лучше всего. Ну, а на прощание хочу пожелать всем вашим розам отличной зимовки в этом году. Всем пока!